Все, давайте тогда действительно на русском будем общаться, потому что нам всем это удобно, да, у нас здесь есть представители, которые, представители корейских направлений, которым удобно, наверное, корейской терминологии, представители японских направлений, которым удобно японской терминологии, китайских направлений, кому удобна китайская терминология, поэтому давайте мы, да, на русской будем общаться, поскольку мы все общаемся здесь на русском языке, уже не на логовом, да. Окей. Значит, так, Анатолий пишет. Удары из серии Киаго, на мой взгляд, в большей степени характерны для спортивных контактных боев. Я думаю, что вы правы, Анатолий. Действительно, мы очень часто в контактных именно единоборствах спортивных мы видим эти распахивающие удары. Я тоже хотел сказать, что, несмотря на то, что в вопросе заложена позиция, что этих ударов нет уже в единоборствах, это не совсем так. Мы действительно очень много видим распахивающих, запахивающих, вертикальных ударов, диагональных ударов, круговых. Очень много видим единоборств. И, например, если мы берем Киокшин, вспоминаемся, одна из фишек таких, за которые сразу получаешь массу очков и всего остального, это вот этот типичный удар сверху вниз в падении, сверху вниз пяткой, обратной стороной пятки чаще всего. Это приходится. Мы видим эти удары. Мы очень часто видим распахивающий удар ребром стопы. То, что называется там уровень Кабзуки, например, в японских вот этих вот единоборствах, например. Тоже видим. Микабзуки, вот этот вот запахивающий такой вот удар, или лихетуй, да, мы не видим его. Или видим, но очень редко. Опять, почему? Ну, потому что условия, правил единоборческих, они таковы, что какие-то техники, помните, мы уже говорили, какие-то техники полностью вымарывают, неудобно становится использовать те или иные техники. Это тоже понятно. Вместе с тем, например, поднимающие удары, да, типа Майя Киага, например, да, или Хоу, хотел сказать уже, да, на китайском, Уширо Киага, например, да. Почему такие техники очень часто тоже вымарываются из единоборств, причем в контактных, если мы еще это более-менее не видим, а в неконтактных или малоконтактных мы уже их не видим. Почему? Ну, потому что нарушение, любое нарушение правила чревато тем, что либо с вас списывают очки, либо вас выгоняют, собственно, состязания, да, с ковра, присуждают победу, например, вашему противнику. А представьте себе ситуацию, когда в запале в таком спортсмен выполняет какой-то поднимающий, например, удар, и наоборот обрушивающийся там сверху вниз, да, удар ногой, и действительно попадает по противнику. Тычок остановить вы еще более-менее можете. Инерционный удар останавливать, ну, немного сложнее, особенно в запале. И уж когда вы попадаете в пах, в соревнованиях, где удары в пах запрещены совершенно, это все, это катастрофа реально, для вас катастрофа, не для вашего противника. Поэтому, да, такие техники вымарываются оттуда, еще раз напомню, просто в силу правил. Не потому, что они неэффективны, они очень эффективны. В спарринговой практике, я надеюсь, вы постоянно их используете, они действительно очень эффективны. Но, в условиях правил, это представляет использование их, представляет собой большую сложность. Почему выгоднее в спорте использовать тычковые удары? Какой-то, да, вот эти, например, да, а не киаги, не поднимающие и не круговые, например. Про спортивность. Если человек в совершенстве владеет круговыми ударами, верхнего уровня, то почему их не применять? Ну, да, все правильно. Вы имеете в виду, почему их не применять в спорте, да? Ну, наверное, наверное, собственно, ответ содержится в вашем вопросе. Может быть, они не в совершенстве владеют этим, да? Для спорта, согласитесь, подготовка идет, во-первых, исходя из правил. И я в данном случае имею в виду победу по очкам, победу по, там, не знаю, и по Япону, по, как это, не когда очки, когда присуждается там победа по каким-то показателям, например, да, по Вадзаре, там, например, и так далее, не знаю. Исходя из этого строится и вся стратегия, строится и набор элементов. Это как раз одна из причин, по которым, да, в спорте остается очень малый техник. Все правильно. Поэтому и не используют их. Это один из ответов, все правильно. Алекс пишет, удары, восходящие маховой прямой ногой, эффективнее в обуви, чем босиком. Возможно, поэтому мало применения в спорте. Не, ну, смотрите, а тычковые удары, не знаю, ногами, ну, наверное, в обуви ряд таких ударов тоже более эффективен, чем стопой. Может быть. То есть, не знаю, может быть, вы имеете в виду то, что спортсмены не занимаются формированием своих рабочих поверхностей, да. Может быть, вы это имеете в виду. И, как бы, существует какой-то дополнительный элемент травмирования, да, опасность травмирования какая-то существует. Ну, может быть, да. Может быть, поэтому. Может быть. Но, кстати, я хочу сказать, знаете, я вспоминаю свои очень молодые годы, когда мне там было лет 14 или 15. Я уже упоминал о таком случае, как я ходил в одну подпольную секцию ментовского каратэ. Значит, вот менты там прятались сами от себя, от своих же там, как это, от сотрудников милиции тоже, да, и занимались там, условно, штакан. Так вот, многие из них, вы знаете, ходили с опухшими стопами. Дело в том, что они пытались выполнить Йоко Герик Коми, да, вот этот обычный, как проталкивающий, тычковый удар боковой, да, ребром стопы, например, пытались выполнять, но очень часто выполняли это просто в локоть. Потому что, ну, как правило, от ударов, от таких Йоко в корпус, да, чаще всего в этом конкретном клубе подпольном используют просто опускание локтя, да, элементарное опускание. То есть, не надо торопиться даже там, защищаться, еще что-то такое, достаточно локоть опустить, и стопа уже разбита на собственном же движении, да, когда противник сам себе портит жизнь, собственно. Чем мощнее он бьет, тем сильнее разбивается, например, локоть, да. Вот, поэтому, когда мы говорим о том, что, вот, это я в качестве примера просто привожу, того, что какие-то круговые удары, поднимающие, например, да, или какие-то другие, что они, не факт, что они более травмоопасны, чем проталкивающие, чем проникающие, вот эти, как он, например, да. Поэтому тут тоже, так, это не совсем определенно, можно сказать об этом. Так, Алекс пишет, да, спортсмены надевают голени, а не стопа. А, понятно, понятно. Ну, то есть, да, ситуация, когда используются техники наименее травматичные, ну, там, условно, наименее травматичные, да, это ситуация, при которой, наверное, быстрее и легче подготовить бойца, отрезав целый ряд техник, да. Это, кстати, еще один из аргументов в пользу того, что спортсмены находятся чаще всего на элементарном уровне, на уровне простых элементов. Еще раз, я этим утверждением не утверждаю, что спортсмены, трындец, безопасные ребята. Я просто говорю о том, что они сильно ограничены в своих возможностях, а не то, что они совершенно безопасны. Это все равно, как, не знаю, шахматист, который освоил несколько каких-то вариантов победы. Если ситуация развивается так, как ему удобно, наверное, он победит. Он мастер вот именно в нескольких каких-то позициях. В остальном его легко делают, да, тоже. Может быть, об этом сейчас речь, окей. Так, Проспорт пишет. Из простых ударов ногами самыми эффективными являются только Майя Герия и Йокогерия. Если ноги хорошо поставлены, то такой удар будет мощным и результативным. То, что касается спортивного направления. Ну да, да, то есть в условиях спортивных правил, наверное, действительно удобнее всего именно такая ситуация. Я действительно тоже не наблюдаю, например, слишком частого использования, например, в шилгере, да, холтуй, в спортивных мероприятиях. Это бывает, но чаще всего это типа, а вот как я еще могу. Но принципиально люди действительно пользуются, когда мы говорим об ударах ногами, наверное, используют передний и боковой удар. Да, да, только. Ну, это факт. Но это лишний раз подтверждает то, о чем мы уже сейчас проговорили. Это вопрос о низкой подготовке спортсмена в качестве бойца. Он готовится к спортивным соревнованиям, а не к бойцовским практикам. Это важный момент. Раз. И второе, отрезание различных техник, которые либо сложнее осваиваются, либо условно травматичны для начинающих, ну и так далее. Окей. Дальше идем. Эдуард пишет. Раньше, когда я еще кикбоксингом занимался, часто отбивал себе голень, а блок от противника. Ну да, в том числе. То есть в этом смысле я тоже хочу сказать, что травматизм-то он все равно сохраняется. Стопу вам разбивают на вашем же ударе. Или голень разбивают на вашем же ударе. Потери-то в принципе не то чтобы равнозначные, но это все равно потери. Мне кажется, мы в принципе вполне достаточно обсудили такой момент, что есть ряд единоборств, в которых вот такие круговые удары не используются вообще. Есть ряд единоборств, в которых их используют, но их использование не слишком эффективно в условиях правил. Есть единоборства, в которых использование таких ударов не слишком эффективно с точки зрения быстрой подготовки бойца.